Уважаемые коллеги, значит, тут, да, как уже было сказано, поменяли мы немного последовательность докладов, чтобы, так сказать, сделать, не сделать перерыв между моим докладом фактически и докладом Сильвы и Франчески, которая не смогла приехать. Но прежде чем приступить к докладу, я хочу вернуться к вопросу. При всем моем уважении нашему коллеги американскому и к Америке в целом, 40-50% покрытия населения – это не идеально. Значит, в Европе, в скандинавских странах, в Финляндии, в Швеции до 70-80% ну, таргетного населения подвергаются скринингу. И вообще считается, что меньше 70% покрытия населения скринингом – это плохо. Ну, теперь я возвращаюсь к теме своего доклада. Профессор Броули уже очень много сказал про скрининг ракопростаты, однако я хочу остановиться на многих деталях для того, чтобы показать, чтобы для того, чтобы принимать решение о том, проводить тот или иной скрининг в стране, в частности, нашей стране, нужна большая и серьезная наука. Мы же не начинаем применять лекарства, те же, так сказать, противоопухолевые лекарства, без обоснований, без результатов рандомизированных клинических исследований. Было бы дико, вот если я кому-нибудь скажу из химиотерапевтов, медицинских онкологов, что вот мы начинаем применять лекарства без проведения рандомизированных клинических исследований, это было бы, оказалось, было бы дико. Однако мы совершенно свободно вводим программы по скринингу, вообще не имея представления о том, что это такое, и мимо, так сказать, не обращая внимания на научные данные. Ну, профессор Броули уже сказал, что хорошая наука всегда должна предшествовать принятию решений по проведению тех или иных программ, скрининговых программ. Ну, я вынужден вернуться опять к Соединенным Штатам Америки, потому что в этой стране наибольшая история скрининга рака простаты. И фактически это единственное, ну и Канада, Австралия, несколько стран, в которые применялся популяционный скрининг рака простаты, чего в других странах нет. В Европе, например, ни в одной стране скрининг популяционный скрининг рака простаты не проводится. Но уже в конце 80-х годов, когда ПСА-тестирование приобрело распространенность, начался стремительный рост заболеваемости рака простаты. И мы уже тогда заметили, что рост заболеваемости рака простаты, который последовал за широким распространением ПСА-скрининга в США, можно объяснить выявлением латентного клинически незначимого рака, который в отсутствии скрининга клинически не проявляется и не дает симптомов, и никогда не прогрессирует. В 70-е годы доктор Бреслоу, американец, эпидемиолог, статистик, он провел исследование, он проанализировал исследование вскрытия, материала вскрытия во многих странах. И пришел к заключению, что на вскрытии у 10-15% мужчин появляется рак, вот этот скрытый латентный рак простаты. А в страшных возрастных группах его частота возрастает до 30%. И вероятность того, что у мужчины в течение жизни разовьется микрофокальный рак равна 30-35%, в то время как кумулятивный риск смертности от рака простаты не превышает 3%. Это цифры говорят сами за себя. И в 87-м году, я когда работал в Международном агентстве по изучению рака, мы опубликовали статью в British Journal of Urology, в которой мы рекомендовали выделить международной классификации болезней как отдельную нозологическую форму латентный клинически незначимый рак простаты. Так что эта проблема уже существовала давно. И вопросы по этому поводу, так сказать, по поводу скрининга уже в самом начале эры скрининга уже возникали. Я цитирую доктора Броули и профессора Бойла, ихнюю статью 2007 года, в которой они говорят, что по различным оценкам до 40% всех выявленных во время скрининга раков простаты являются клинически незначимыми. Это указывает на высокую вероятность гипердиагностики и, соответственно, чрезмерного и ненужного лечения, которое может привести к тяжелым, иногда угрожающим жизненным последствиям. Вот это, так сказать, график. Они его знают многие, потому что я его много раз показывал, и не только я, в принципе. Вот видите, вот пик скрининга рака простаты в Соединенных Штатах Америки, как доктор Броули сказал, это 90-е годы. Смотрите, стремительный рост заболеваемости, стремительный рост заболеваемости. И, ну, потом, так сказать, зависимость активности ПСА-тестирования. Вот видите, эти флюктуации. То же самое в Канаде, то же самое в Австралии. Это в тех странах, в которых эволюционный скрининг рака простаты был распространен. А что происходит со смертностью? Видите, смертность снижается, но смертность снижается не скоро, она снижается через некоторое время. И, как уже доктор Броули сказал, ее вряд ли можно связать с эффективностью скрининга. Мы знаем, что у нас есть колоссальные, у вас, у клинических онкологов, колоссальные успехи в лечении рака простаты, как и молочной железы. Кстати, вот Сергей Алексеевич задал вопрос очень адекватный, очень правильный о раке молочной железы. Эти проблемы есть и в отношении рака молочной железы, но их меньше, я бы сказал, и их контролировать легче, чем то, что имеет место при скрининге рака простаты. Вот этот график нам, просто это график смертности от рака простаты в мире. Вот, значит, что мы видим? Снижение смертности в Великобритании, вот высокие, самые вот здесь, видите, пики, это Великобритания, вот это Великобритания, зеленая кривая, это США. Фактически в одно и то же время начинается снижение смертности рака простаты. Ни в Великобритании, ни в Франции никогда в жизни никакого скрининга, ПСС, скрининга рака простаты не было. Ну, это опять опоследованно говорит о том, что снижение смертности вряд ли можно связать со скринингом. И посмотрите, вот Венгрия, где она, Венгрия, вот эта розовая кривая, тоже, видите, пик смертности, а потом снижение. Никакого скрининга рака простаты в Венгрии никогда не было. А это наша родная, так сказать, статистика, Сахалин, Сахалинская область, в которой очень, так сказать, честно и яростно начали выполнять рекомендации Минздрава Российской Федерации о проведении ПСА-тестирования. И начали они это делать, видите, где-то в 2007 году, когда смертность, заболеваемость от рака простаты была 17 на 100 тысяч населения. А вот через 5 лет эта смертная заболеваемость уже в 3 раза выросла. Вы себе представляете, чтобы за 5 лет по естественным причинам выросла бы заболеваемость от любой формы рака. Мы такого не знаем. И это вот наша маленькая, ну не очень маленькая, но все-таки меньше Соединенных Штатов. Сахалинская область повторила то, что, так сказать, мы видели уже за рубежом. И, ну, на чужих примерах мы никогда не учимся, но тут уже наш пример, наш родной, по которому совершенно очевидно, что скрининг вызывает всплеск заболеваемости, соответственно, лечения уролог и может и не знать, и многие и не знают о том, с чем, так сказать, связан, может быть связано, так сказать, выявление вот этих форм рака. Тут и простатоктомия, тут и, так сказать, последствия неприятные, о которых все знают, я на них останавливаться не буду. Теперь вот, а я остановлюсь довольно-таки детально на рандомизированных исследованиях. Профессор Броули нам дал, так сказать, показал результаты этих исследований. Но я хочу, чтобы аудитория знала о том, что это серьезная наука, оценка эффективности скрининга. Вот, значит, профессор Броули уже сказал, что много, ну не много, кстати говоря, 10-11 рандомизированных исследований, из которых, в общем, только два исследования признаны методически корректными. Методически корректными. И вот эти исследования, одно американское исследование Национального ракового института, а второе европейское рандомизированное исследование. Я начну вот с американского исследования. Вот эти две группы последовательно публикуют результаты своих исследований. Они опубликовали в 2009 году, в 2012 и в 2014 году. Я остановлюсь только, так сказать, на относительно ранних, последних публикациях. Значит, в это исследование были включены до 77 тысяч мужчин в возрасте от 55 до 74 лет. Значит, разделили, рандомизировали на две группы. Как вы видите, равное разделение 38 тысяч. В одной группе 38 тысяч, в другой группе. В опытной группе мужчины проходили ежегодное ПСА-тестирование в течение 6 лет. И ежегодное пальцевое исследование в течение 4 лет. В контрольной группе они были, проходили обычное наблюдение, как, так сказать, все остальные мужчины, американские мужчины. Что мы видим? Что мы видим? Значит, в опытной группе, да, в опытной группе было выявлено 4 250 новых случаев рака, новых случаев рака простаты. То есть это кумулятивная заболеваемость 108 на 10 тысяч человек лет. В контрольной группе 3815, то есть кумулятивная заболеваемость 97 на 10 тысяч человек лет. В итоге мы видим, что соотношение показателей заболеваемости или относительный риск 1,12. Значит, мы видим статистически достоверное повышение заболеваемости. А что со смертностью? Со смертностью, вот в одной группе, в опытной группе было выявлено 158 раков простаты, в контрольной группе 145. И фактически разницы между опытной и контрольной группой в смертности не было выявлено. То есть ПСА-скриник не привел к снижению смертности от рака простаты. И этот график указывает, видите, идут параллельно две линии, указывает на результатах этого исследования, которое показало, что скрининг неэффективен. Другое исследование, европейское рандомизированное исследование скриника рака простаты. Проходило в 8 европейских странах. 162 тысячи мужчин в возрасте от 55 до 69 лет были включены в это исследование. Опять две группы, в результате рандомизации их две группы, опытная и контрольная, 73 тысячи. В опытной группе 89 в контрольной. ПСА-тестирование один раз в 4 года в опытной группе, а в контрольное обычное медицинское наблюдение. Значит, я буду суммировать тогда эти слайды, не буду больше повторять детально цифры. Но тем не менее, вы видите, что отношение показателей заболеваемости 1,63. То есть, совершенно очевидно, в этом исследовании, более чем в предыдущем, имеет место абсолютное повышение заболеваемости в группе скрининга. 3,7, превышение на 3,7 случаев на 10, на 1000 человека лет. Какие результаты по смертности? Ну вот, по смертности, результаты такие. В общем, это исследование показало, что, видите, относительный риск, что это такое? Относительный риск равен, имеет место снижение смертности на 21%. То есть, это исследование показало абсолютное снижение смертности в опытной группе по сравнению с контрольной группой. То есть, абсолютное снижение смертности в опытной группе равно 1,07 смертей на 1000 человек, прошедших рандомизацию. То есть, для того, чтобы сохранить жизнь одному больному раком простаты, необходимо протестировать 1055 человек и выявить 37 случаев рака. Нужно подчеркнуть, что статистически достоверное снижение смертности было выявлено только в возрастной группе от 65 до 69 лет. А важно очень, что разницы в общей смертности между опытной и контрольной группой не было. И это, видите, графическое изображение результатов, да, имеет место снижение на 21%. Как уже говорил профессор Броули, это исследование показало снижение смертности на 21%. Теперь есть проблемы. Опять-таки, я повторяю то, что сказал профессор Броули. В обоих исследованиях есть проблемы. В американском исследовании главная проблема имеет ввес на загрязнение контрольной группы. Потому что в контрольной группе, в Америке настолько громко и сильно рекламируют ПСА-тестирование, что в контрольной группе тоже мужчины тестировались на ПСА. И это уже говорит о том, что контрольная группа уже не так как контрольная группа. И в обеих группах имело место до рандомизации, мужчины проходили тестирование. И в общем в обоих группах была низкая смертность от рака простаты. В европейском исследовании тоже были проблемы. В частности, мужчины, то есть больные раком простаты, рак которых был выявлен в опытной группе, проходили исследования в академических клиниках, университетских клиниках. Соответственно, в клиниках высокого уровня профессионального. В то время как мужчины из контрольной группы, у которых был выявлен рак, они лечились в обычных медицинских учреждениях. И очень важно, мужчины диагноз высокого риска из контрольной группы чаще получали лучевое лечение, гормонотерапию или просто находились под наблюдением. Место радикальной простатоктомии, метод лечения, который показан для лечения рака простаты высокого риска. Вот и в том, и в другом исследовании есть проблемы, к сожалению. Теперь вот оценка результатов исследований, которые... Ну, оценка результатов, экспертная оценка. Значит, первая экспертная оценка появилась в 2012 году. Это рекомендация экспертной комиссии в США в области профилактики. Эта комиссия назначается Конгрессом США для оценки эффективности... Была назначена Конгрессом США для оценки эффективности скрининга рака простаты. И эта комиссия высказалась против скрининга рака простаты. Экспертная комиссия пришла к заключению, что мужчины, у которых нет симптомов, не должны участвовать в рутинном ПСА-тестировании для скрининга рака простаты. Экспертная комиссия пришла к заключению, что вред, приносимый ПСА-тестированием, перевешивает пользу от него. Но комиссия заметила, что некоторые мужчины будут заинтересованы ПСА-тестированием, и некоторые врачи будут продолжать рекомендовать своим больным ПСА-тестирование. В связи с этим комиссия рекомендует пациентам и врачам принимать информированное решение на основании понимания положительных и отрицательных сторон ПСА-скрининга. Вот об этом нам говорил, рассказывал и профессор Броули, но тут же у меня возникает вопрос. А вот это уже скрининг? Нет, это уже не скрининг. Когда врач индивидуально, непосредственно, так сказать, разговаривает с врачом, это вот то, что мы называем, так сказать, ранним диагнозом, это уже не скрининг. И вряд ли это можно отнести к рекомендациям по поводу скрининга. Теперь Американская урологическая ассоциация, ее рекомендации. Американские урологи стояли, так сказать, занимали защиту, защищались, ну, несколько десятков лет. Но в итоге вот они пришли к заключению, что, во-первых, до 40 лет ПСА-скрининг не рекомендуется. Ну, это тривиально, это понятно. Однако мужчинам в возрасте от 40 до 54 лет рутинный ПСА-скрининг тоже не рекомендуют. Исключением являются мужчины высокого риска, в том числе афроамериканцы, и мужчины с семейным анамнезом ракопростатой. Для них ПСА-скрининг рекомендуется. А мужчинам в возрасте 55-69 лет они тоже должны принимать информированное решение. То есть уже в результате взаимодействия больного с врачом. И вот что самое главное, ну, не самое главное, важно, что Американская урологическая ассоциация рекомендует, что в том случае, если мужчины предпочли участвовать в ПСА-скринии на основании обсуждения с врачом информированного согласия, следует увеличить интервал между тестами с одного до двух лет. Значит, опять-таки, предупреждение к тому, чтобы быть осторожным и не избегать тех проблем, которые... Да, это снизит вероятность отрицательных последствий скрининга. Видите, по Хансу в скрининге, я ничего не придумываю, включая гипердиагностику и ложноположительные результаты. А что касается мужчин более 70 лет и мужчин, у которых ожидаемая продолжительность жизни менее 10 лет, им вообще, так сказать, скрининг не рекомендуется. Это рекомендация Американского противоракового общества, я на них останавливаться не буду, потому что мы их слышали от профессора Броули. И теперь я хочу еще раз вернуться к европейскому исследованию, результаты которого были недавно опубликованы в 2014 году. И они опять нашли, пардон, они опять нашли, они опять выявили снижение смертности от рака простаты в опытной группе на 21%. Однако, когда они провели коррекцию на несоблюдение условий скрининга, это привело к дальнейшему улучшению результатов до 29% в группе скрининга по сравнению с контрольной группой. Это заключение, значит, мы знаем, что два основных исследования имеют различные результаты. И то исследование, в котором результат указывает на снижение смертности от рака простаты в результате ПСА-тестирования, смертность снижается на 21%. Это в строго, в строгих, рандомизированных, контролируемых исследованиях. 20%. Я не думаю, что мы можем надеяться на такой результат в популяции. И поэтому я считаю, что вопрос эффективности ПСА-скрининга рака простаты остается нерешенным. В связи с чем мы не можем рекомендовать его применение в популяции, в частности, в рамках диспансеризации населения. И, собственно, нас уже услышали. ПСА-тестирование не проводится на первом этапе диспансеризации населения в России. И это уже успех. Но вопрос раннего явления рака простаты будет решен лишь тогда, когда мы сможем дифференцировать клинически незначимые образования от тех, которые прогрессируют. Я думаю, что в данном случае нам поможет молекулярная биология. И уже есть некие тесты, которые якобы предсказывают клинипрогноз вот этих маленьких микрофокальных раков. Но их эффективность, этих тестов надо, естественно, тестировать. Прошу прощения. Это экстракт из европейских рекомендаций по поводу скрининга рака простаты. Преимущества и недостатки. Тест может выявить медленно растущую опухоль, которая, скорее всего, никогда не проявится. Это может привести к ненужному лечению и его побочным эффектам. Тест может дать ложноположительный результат, то есть диагностировать опухолевый рост при его отсутствии. Последнее приведет к ненужному наобследованию осложнениям и побочным эффектам. Стрессу и тревоге. Преимущества есть, безусловно. Тест может выявить опухоль, без мягкого знака почему-то у меня, на ранней ее стадии до появления клинических симптомов. Вовремя начатое лечение предотвратит прогрессирование заболевания и, соответственно, повысит шансы на излечение и продление жизни. И, наконец, если вы не пройдете ПСА-тестирование, вы можете не выявить болезнь до момента, когда уже будет поздно. И вот последняя цитата из статьи Lancet Oncology в 2004 году, где был проведен анализ, опять-таки, результатов, всех результатов имеющихся, все информации, имеющиеся по этому поводу. В частности, в этой статье участвовал и доктор Броули. И опять то же самое. Вопрос о скрининге рака простаты остается спорным. Однако, проблему гибердиагностики, ассоциированной с ПСА-скринингом, можно минимизировать корректировкой порога значения ПСА, частотой скрининга и применением новых биологических маркеров. Имеющиеся в арсенале биологические маркеры помогут разделить пациентов с повышенным ПСА или раком простаты на тех, которые не нуждаются в агрессивном лечении, и тех, которым такое лечение показано. Спасибо. Спасибо.